Венгерка Юлия Шарле вместе с мужем воспитывает двухлетнюю дочь. В июле у супругов родится второй ребенок, а через некоторое время они хотят завести и третьего. Их планы созвучны с новой программой премьера Виктора Орбана, направленной на повышение рождаемости в стране. Впрочем, супруги отмечают, что дополнительные деньги для них не стимул. «Вряд ли это может стать главной мотивацией. Например, мы хотим, чтобы у нас было трое детей. Мы всё равно завели бы троих детей, даже без финансовой поддержки». Такого же мнения придерживаются и другие родители. Лиза уже воспитывает троих детей, и самый младший родился четыре года назад. «Проблема воспитания детей не в деньгах. Невозможно вырасти четверых детей без большой помощи бабушек, нянек и работодателей. Если у матери четверо детей, она может работать только полдня, а не все работодатели на это соглашаются». Уровень рождаемости в Венгрии падает с конца 80-х. При этом многие уезжают в более благополучные страны ЕС. За последние четыре десятилетия венгерское население сократилось почти на миллион. Новая программа по повышению рождаемости пожизненно освобождает от подоходного налога женщин с четырьмя детьми и более. Семьям с детьми будут выдавать льготные кредиты и субсидии на покупку автомобилей. Кроме того, бабушки и дедушки смогут брать оплачиваемый декретный отпуск, чтобы мамы выходили на работу. «Это финансовая поддержка, которая позволит создать семью и не разориться. Это будет стимулом для рождения детей». Население сокращается и в других странах Евросоюза. По словам Орбана, в западноевропейских странах эту проблему хотят решить, впуская мигрантов. Но он считает, что нужно поочерять собственных граждан заводить детей. Впрочем, некоторые эксперты в успех программы не верят. Чтобы население не уменьшалось, коэффициент рождаемости должен превышать 2,1 рождений на женщину. В Венгрии он ниже полутора, и, по мнению экспертов, не поднимется выше 1,7, даже несмотря на программу Орбана. Субтитры создавал DimaTorzok